МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это «Такая жизнь». Идеальные грабители продумывают все. Подготовку к преступлению, детальный план действий на месте, варианты отходов. Но в жизни так гладко получается не всегда. Например, можно застрясть в отверстие из-под кондиционера или попасть под горячую руку цветочниц. Мой коллега Александр Иванченко пересмотрел десятки записей с камер видеонаблюдения и пришел к выводу, что некоторые кубанские грабители достойны не порицания, а сожаления. Самые нелепые преступления по версии программы «Такая жизнь». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На тихих улицах провинциального города навряд ли скоро забудут это лицо. Голливудщина пришла в Абинск, откуда не ждали. Кто бы мог подумать, что маньяк из фильма ужасов «Крик» прямо в центре города нападет на ювелирный магазин. На камерах видеонаблюдения видно, как человек в страшной маске и с топором в руках появляется так же неожиданно, как и его киношный оригинал. Я стояла возле компьютера. В этот момент он залетел в дверь со словами «Это ограбление» и подбежал вот к этой витрине. Как бы я сначала подумала, что это шутка. Когда он уже достал топор и стал бить в витрины, такой был грохот, такой шум. Я уже поняла, что это не шутка, это вполне серьезно. Человек, переодевшийся в маньяка из фильма, явно не хотел шутить. Сначала он быстро разбил витрину с золотыми цепями, а потом сгреб все кольца. За полминуты набил хозяйственную сумку украшениями на 8 миллионов рублей. Правда, унести такое богатство оказалось тяжелее, чем добыть. За дверью ювелирного магазина вора уже ждали силы народного сопротивления. Ольга Заполотнова и Елена Новикова. В Лобинске они теперь как Бэтмен и Робин. Единственные, кто не побоялся схватиться с преступником. Я тобой гордюсь. Я тобой тоже. Как ни странно, но только две продавщицы цветов в рабочий день в центре города обратили внимание на человека в маске из фильма «Крик». Тот на мопеде явно наблюдал за ювелирным магазином. Он, между прочим, две недели здесь дефилировал в этом, он как бы приучал на рюк, наверное. Что он, да, в этой маске? В этой маске две недели. Отважные цветочницы ринулись в бой, когда маска вошла в ювелирный магазин. Ну тогда, когда мы бежали, мы почему-то не смотрели на машину, и нас, по-моему, они останавливались даже. То есть бежали на пролом? Да, на пролом, естественно. Но вообще не переживали за нас. План «Перехват» у отчаянных женщин созрел по дороге. Пока налетчик с помощью топора добывал золото, одна из женщин схватила рекламный щит и подперла им дверь магазина. Открыть дверь налетчику оказалось несложно, но вор наверняка удивился, когда увидел женщину, которая крепко вцепилась в его мопед. Он прибежал уже с сумкой, ну там вернули, он мне ногой там опять толпанул. А сюда уже, это, он начал поднимать, а Оля же за колесо держит его, уцепилась. Он ей тогда два раза, конечно, в ухо он хорошо, и Оля аж ушла. Кулаком. Кулаком, видать, синяк был, синяк хороший был на спине, как бы. Ну да, говорят, он занимался греко-римской борьбой, что ли, так я поняла. Но какой спортсмен устоит перед женщиной, которая не хочет, чтобы он уходил? Я как бы пыталась отбежать, не, я еще ударила его, естественно. Кулаком, что-то мои силы, естественно. Главное, мужчины стояли, они вообще даже и ноги. Вот так вот народ вот здесь вот стоял, вот тут народ, и вот тут народ. Проворной маске все-таки удалось отбиться от отчаянных цветочниц, но сражаться с двумя женщинами за сумку с драгоценностями он уже не рискнул и кинулся бежать. Другая женщина, она же вызвется, и великое нас как-то остановит, это про нас тоже. Мы вообще-то о хрупкости. Вы что, видите, у нас где-то хрупкие как? Нормальные, мы что, мы нормальные женщины, чего-то, Ивановна. Правда, далеко налетчику уйти не удалось. Подбежавшие полицейские сумели поймать неудачливого ограбителя. Оказалось, под маской маньяка скрывался другой герой – Робин Гуд. По словам свидетелей, на вопрос, зачем он решился на такое дерзкое ограбление, парень сказал, что хотел отдать драгоценности бедным. А вот в Лобинске вор приезду полицейских очень обрадовался. Он не смог убежать с места преступления, просто застрял. Нет! 22-летний парень решил ограбить ларек Роспечати. Чтобы попасть туда, мужчина вырвал из стены кондиционер и пролез в маленькое отверстие. Найдя под прилавком всего 300 рублей, парень очень расстроился и решил выбираться наружу. Но обратный путь оказался долгим. Голова и туловище воришки без проблем пролезли в дыру, а вот пятая точка вместе с ногами отказались проходить дальше. А давно ты тут висишь? В крыло висишь. Оказалось, что в позе буквы Г парень провисел около часа. Вот так немного надо, чтобы ненависть к полицейским превратилась в любовь. Пожалуйста, вытащите меня отсюда. Люди вы не люди. Правда, почему вор оказался только в одних трусах, полицейские выяснить так и не смогли. Поспорить за звание самого неудачливого воришки готов и этот бесстрашный парень. Отличился он в одной из краснодарских парикмахерских. Ведь сначала мужчина действительно собирался подстричься. Правда, из-за отсутствия свободных мест молодого человека попросили подождать 10 минут. Видимо, в это время в нестриженную голову и пришел план идеального ограбления. Заметив камеру видеонаблюдения, молодой человек решает открутить ее и забрать с собой. Единственное, он не учел, что его снимают. А может, просто с детства мечтал попасть в кадр. Это преступление, оно можно назвать одним из глупых за последнее время, потому что вся видеозапись ведется на какой-то носительной информации. С камерой в кармане парень, не дождавшись своей очереди, ушел из парикмахерской. Но по сохранившейся записи лица полицейские легко нашли вора, который так и не подстригся. Но даже тщательная подготовка не гарантирует удачного преступления. В отделении банка в Краснодаре заявился довольно странный посетитель. На лице у мужчины была маска, а в руках сумка, из которой он достал топор. Орудие преступления было по-хозяйски упаковано в целлофановые пакеты. Налетчик оказался приличным человеком и старался не сорить в офисе, хотя все так и валилось из рук. Он тщательно продумывал данное преступление. Пять месяцев назад он уже приезжал в данную кредитную организацию и интересовался необходимым перечнем документов для соответствующего оформления кредита. После чего, изучив расположение камер видеонаблюдения, он вернулся в данную организацию, но уже у него в руках был топор. Пока налетчик, помахивая топором, вел с менеджерами задушевные разговоры, сотрудники нажали экстренную кнопку. Грабитель банка бросился в бега, но на ближайшем перекрестке его сразу поймала полиция. А вот вору из Брюховецкого района судьба сначала благоволила, но ему это все равно не помогло. Зайдя в 4 утра в продуктовый магазин, мужчина увидел, что продавец мирно спит за прилавком и решил его не тревожить. Пока женщина смотрела сны, посетитель сначала взял из холодильника пиво и вынес его на улицу, потом вернулся за закуской, аккуратно стащил две рыбы. Продавец, видимо, так устала на работе, что не проснулась даже, когда мужчина за ее спиной вынес два ящика с продуктами. И нарушая сон продавца, посетитель магазина ушел отмечать удачный шоппинг. После ограбления женщина наконец-то проснулась и поняла, что все произошло не во сне, а наяву. И вызвала полицию, которая вскоре нашла тайного покупателя. Александр Иванченко, Николай Сизуненко. Такая жизнь. Это была «Такая жизнь» от Александра Иванченко. Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях. Также мы ждем ваши истории по телефону 254-22-33 или на адрес live9tv.ru. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok